На своих экранах вы видите оперативную съёмку ФСБ. Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами с участием завербованного гражданина России, являвшегося членом запрещенного украинского националистического формирования. Установлено, что агент украинских спецслужб за материальное вознаграждение осуществлял сбор и передачу информации в отношении объектов военного назначения и топливно-энергетической инфраструктуры региона. В дальнейшем действие по указанию кураторов изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство с целью совершения его подрыва в здании военного комиссариата города Твери. При задержании злоумышленник оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали. В ходе неотложных следственных действий на месте происшествия обнаружены и изъяты готовые к применению самодельное взрывное устройство и граната РГД-5. По факту приготовления к террористическому акту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 3 и части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тем временем военкомат Тверской области вновь собрал несколько поколений. В зале военнослужащие, ветераны, школьники. В этот день нашим землякам в торжественной обстановке вручали удостоверение ветерана боевых действий. Этих мужчин по праву можно назвать героями. Они выполнили свой долг перед Родиной и вернулись домой живыми и здоровыми. Я служил добровольцем. Бояться ни в коем случае не надо, потому что это же долг каждого мужчины. Поэтому если человек считает себя мужчиной, он обязан туда идти. Андрей в зоне проведения СВО тоже служил добровольцем. Сколько в общей сложности вы пробовали на войне? Чисто там 7 месяцев. Собираетесь еще? Нет, по возрасту и по здоровью. По возрасту и по здоровью. А так бы? А так бы еще пошел. У меня брат там сейчас средний. Удостоверение ветерана получает Вячеслав, позывной Чех. Он совсем недавно вернулся с передовой. Служу России. В прошлом году заключил контракт и сейчас проходит службу в нашей доблестном авиационном полку в Мигалово. Желаем вам удачи. Свой воинский долг, конечно, нужно там выполнять. Контрактники там, безусловно, нужны. Без этого никак. Проходил службу по контракту и Антон. Первый контракт заключил в 21 год. Идти, конечно, надо. Интересы страны надо отстаивать. Как бы, да и эта гордость, все-таки, как-никак. То, что я не струсь его, не сбежал. Да и внукам будет что рассказывать. Юра Махмад Давлатов служил еще в Советском Союзе. Проходил службу в Афганистане. И вот спустя десятилетия удостоверение нашло героя. Политики приходят и уходят. Политики в системе иногда меняются. Но Родина одна. Как здоровый человек умом и телом всегда должен быть готов защищать свою Родину. Я так понимаю. Как когда-то фронтовики Великой Отечественной, теперь те, кто прошел передовую специальной военной операции, наглядный пример для подрастающего поколения. Вы, ребятушки, впитывайте, впитывайте все, что сейчас происходит. Учитесь, тренируйтесь. Потому что вы наша смена. К присутствующим в зале кадетам и юнормейцам обратился и гвардия-сержант 79-й реактивной артиллерийской бригады Антон Тимофеев. Я артиллерист. Я заместитель начальника расчета пулеметчик. В общем, спасибо ветеранам нынешним, которые получили сегодня удостоверение. Спасибо присутствующим школьникам, курсантам. На вас надежда. И надежда на то, что этот конфликт с фашизмом закончится очень скоро. И не придется вам, девчонки, шить для нас бронежилеты, а вам, мальчишки, копать окопы. Военнослужащие Тверского гарнизона с первых дней начала специальной военной операции находятся на передовой. Жители региона тоже не стоят в стороне. На фронт отправлены тысячи тонн гуманитарного груза. Среди волонтеров, студенты и школьники. Мы делаем все, что возможно сделать со стороны детей. Изготавливаем маскировочные сети, изготавливаем окопные свечи, регулярно разгружаем и загружаем гуманитарную помощь. Также мы ставим точки с мастер-классами для того, чтобы сделать больше обхват людей, чтобы больше людей могло помогать в специальной военной операции. В этот торжественный день ребята передали на передовую письма своим воюющим землякам. Но главные награды героям в этот день стали аплодисменты. В эти дни по контракту в зоне СВО служат более тысячи наших земляков. Встать в ряды защитников нашей Родины есть возможность у каждого жителя региона. Присоединяйтесь. Вас ждут в военном комиссариате Тверской области. Мы гордимся всеми, кто в эти дни сражается на поле боя. И ждем скорого возвращения домой. С победой! Субтитры делал DimaTorzok